Скользить в эти дни хорошо и на свежем воздухе. Минусовые температуры только подогревают азарт минчан, а потому на лыжных трассах настоящий ажиотаж. А ледовые площадки можно посетить в каждом районе Минска. Куда навострить лыжи этой зимой, мы спросили у начальника отдела лыжероллерной трассы Константина Калиновского. Константин Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Куда посоветуете отправиться минчанам за адреналином, бодростью в эти зимние дни? Ну, конечно, я буду советовать на вот этот прекрасный спортивный объект, который, видите, он весь белоснежный, весь, как бы, качественный, весь укатанный, весь подготовленный, который находится в нашем городе Герой Минске на окраине Веснянка. Здесь есть разные дистанции, поэтому могут здесь отдыхать и кататься и маленькие, и взрослые, и спортивные, и, как бы, которые только учатся. Это и километр, и полтора, и два с половиной, и два, и пять километров. Поэтому, как бы, на любой вкус. Наши морозы часто сменяются оттепелью. Вот как на это реагирует наше снежное полотно? И в каких минимальных температурах вообще можно скользить? У нас есть естественный снег, но также мы можем производить и искусственный снег. В чем плюсы? Натуральный снег в себя впитывает воду, искусственный снег в себя пропускает воду, чем сам не деформируется. Это позволяет ему сохраняться гораздо дольше. И поэтому, когда у нас теплая погода, там, плюс один, плюс два, за счет, вот, скажем, такого процесса она сохраняется дольше. Вот она не напитывает воду, она быстренько уходит, тем самым не деформируется. И все, и поэтому трасса существует гораздо дольше, чем натуральная. Скажите, а можно ли прийти неподготовленным лыжником и уже где-то приобрести инвентарь? У нас построилась лунг-проката, в этом здании есть раздевалочка. Тепло, уютно, есть где можно попить чай, где можно посидеть и попить чай. Исатин, вы настоящий профессионал, участник олимпийских игр в 1998 году в Нагана, лыжный двоеборец, прыгали с трамплина с высоты 120 метров. Что вообще можете посоветовать новичкам, кто еще ни разу не становился на лыжах? Я хотел бы посоветоваться на эти лыжи стать, первоначально познакомиться. Качество трассы у нас здесь очень высокое. Нарезана лыжня, здесь можно двумя видами учиться кататься, кто любит коньковым ходом, значит, коньковым ходом, кто не умеет, не знает, может классическим просто стать в лыжню, попытаться чуть-чуть оттолкнуться, как-то удержаться и уже какие-то шаги уже сделать. Поэтому здесь действительно, как на чемпионате мира, как на олимпийских играх, готовят каждую ночь эту вот лыжную трассу. Такой спортивной и насыщенной была эта неделя в твоем городе. Я на этом с вами прощаюсь. Не бойтесь экспериментировать. Выходите на свежий воздух, на встречу бодрости и хорошему настроению. Продолжение следует...